Знаете её имя? Вы слышали её голос? Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стрижтайм». Всем привет, добро пожаловать в программу «Стрижтайм». В ближайший час по обыкновению мы с вами проведём вместе, сделаем это хорошо. Честь вашей красоте, Павел Николаевич. Салфет, ваша милость, Ксения Юрьевна. Настроение у вас, я смотрю, сегодня эривое. Настроение в преддверии грядущей пятницы. Ну-ну-ну-ну, а это значит... Грядущей субботы. А это значит как, как говорится, с юмором и огонём полетели. Гость сегодняшней программы «Стрижтайм» Евгений Григорьев. Жень, привет. Привет, Ксюша. Привет, Паша. Рад вас видеть и рад слышаться на волнах замечательного радиошансон. Я сразу хочу объявить викторину для сотрудников радиошансон. Дело в том, что Женя принёс коробочку пироженок. Он её подписал, что это для Ани Кавериной. Но я могу предложить эстафету. Кто завтра самый первый придёт на радио? Я думаю, Аня Каверина, даже если не первая придёт на радио утром, то всё равно, раз подписана именная же коробочка. Да, коробочка именная. Но, в общем, в холодильничке. Там ждёт прекрасный... Мы-то все жёдли. С взглядом Паши. У него же впереди ночная. Мы все на диете. Паша, Паша, держись. Это вы на диете. Вообще-то я тут по смене перехожу в завтрашний день. Ну, хорошо, мы разрешим, Паша. А мы подпишем ещё и Паша. Да, пару картошечек. Солдат ребёнка не обидит, пусть Анячка ест. Да, не-не-не-не-не-не. Вот так вот не надо говорить. Моряк ребёнка не обидит. Ну, там можно потом сдвинуть, и будет незаметно. Мы же не пересчитывали. Хорошо, ты пришёл. И о прочих радостях называется. У тебя концерт. Буквально послезавтра. Послезавтра. 25-го, в пятницу. Я так смотрю, в Меридиане. ЦК, Меридиан, Милости просим. Билетов осталось совсем немного, но они пока ещё есть. Я смотрю, тебе полюбилась эта площадка. Ты как-то так. Мне очень нравится. И знаешь, почему? Я тебе объясню. Очень приятно, что обычно за два-три дня, когда сухой аншлаг, и звонят. Женя, дай, пожалуйста, билет. Пожалуйста, мы хотим там вот... А билетов нет. А билетов нет. И это чувство греет такое, что меня так любят. У меня аншлаг, и всё хорошо. Ну, там такое оптимальное количество людей. Там тысячник, по-моему, да? Да, тысяча двести посадочных мест. Тысяча билетов поступает в продажу, в открытую. А двести как получится? А двести как получится, забирает местное знать. Вообще-то я смотрю, конечно, на предстоящий уикенд, и понимаю, что... Рассыпь. Нет, народ не соскучится. Смотри, двадцать пятого, пожалуйста, в пятницу, прям вот ты в предвкушении уикенда, да? Да. В Меридиан к Женьке. Двадцать шестого, ну, здесь надо выбирать. Там, либо Сусопа в Леошвиле в Крокусе, либо я в Соло. Ну, я думаю, можно разделить. У Сусопа в Леошвиле будет, наверное, женщины. Ну, а ко мне мужики пусть придут, нормально. Посидим. Я думаю, что, во-первых, эти площадки, они по значимости и по статусу равнозначны. Примерно. И Клуб Соло, и Крокус Сити. И, ну, я думаю, что... У Стаса Пьехи еще в Кремле можно в воскресенье догнаться. Даже у Стаса в Кремле можно догнаться. Да, то есть, вот, понимаете, грех жаловаться москвичам и гостям столицы на то, что вот решительно нечем осенним уикендом заняться в Москве. Мы сейчас прервемся для того, чтобы уже поподробнее поговорить и о концерте, и, по-моему, еще тур какой-то у тебя там, да? Вот все такое прочее. Стриштайм. Еще раз всем привет. Это Евгений Григорьев, гость сегодняшней программы Стриштайм. Как у тебя нынешний программа называется? У меня программа называется «Чартер на любовь». «Чартер на любовь». В прошлый раз у тебя также в «Меридиане», помнится, там, полгода или сколько там назад, да, по-моему, весной или что-то такое, называлась «Сосны кедры». Да, это был уникальный концерт. Вот, соответственно, я к чему подвожу? К тому, что, видимо, под название ты как-то отбираешь специальные песни. «Сосны кедры» — это, видимо, что-то из раннего, и такого жесткого, наверное, немножко. Это был особый концерт. Он был весной, и поскольку мне вот так вот захотелось сделать что-то особенное, то я взял старенькие песни подзабытые, которые давным-давно не исполнял. С чего все начали? Вспомнить все. Да, вспомнить все. С чего зазвучал ЖК. И оказалось, что это очень хорошо прошло. Да. Про канала. Да. Соответственно, если программа называется «Чартер на любовь», то это будет какая-то, наверное, любовная лирика или что-то такое, да? Это будет программа, с которой мы проехали 25 или около 30 городов уже дали концерты. Это был большой тур, который проходил весной, но он еще не закончен, и вот сейчас мы осенью... Ну, то есть вы на лето прерывались на отпускной момент. И осенью мы его возобновляем и продолжаем гастрольный тур с программой «Чартер на любовь». И ну-ка рассказывай, какие-то у тебя ближайшие. Может, нас много где слушают? Ближайшие 30 октября будет Владимир, потом 8 ноября Вологда, 10 ноября Череповец, 11 ноября Ярославль, 12 Кострома, 13 Иваново и далее, 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 далее. Но здесь пока что так по кругу все, можно даже из Москвы на машине так объездить. Из Москвы будут на машине, на автобусе будем выезжать и обратно в Москву возвращаться. В принципе, без самолетов так особо. Без самолетов. Такое все рядышком. То есть, в принципе, если вы живете где-то неподалеку, ну, например, в Москве, неподалеку от Иваново, вот. Да, да, да. Почему бы и не. Как на дачу. Да, в принципе, да, как... Почему бы и не. Да, как на даче. Смотри-ка, вот... Туры. Я знаю очень многие артисты уже, ну, как, не то, что... Не то, что устали, они видят как-то смысл вот в этих турках. Вот, здоровье теряется, вот. А как бы... Вот, а ты воодушевлен, у тебя глаз, у тебя глаз горит. Глаз горит. Потому что туры для меня, вот, тур, это что-то вот, если честно, из 90-х, ну, может быть, начало нулевых, вот такой, и отправился в тур. И я сейчас не хочу, Киркоров не считается, потому что эти перья надо показывать всегда и всюду всем. Ксюш, ну, здесь дело в том, что, действительно, артисты устают, но это же все зависит от того, какой возраст, да, нашего артиста. Вот, а я же понимаю, что мы же в жанре-то в каком? У нас все-таки возрастная история. Ну, тем не менее, мне нравится, я ловлю драйв, мне по кайфу, когда я нахожусь в турах, и вот то, что ты сказала про 90-е и про нулевые, сейчас немножко другое. Сейчас хорошие уже отели, да, сейчас комфортабельные поезда, хорошие машины, и меньше устаешь. Сейчас всегда после концерта езди покушать, да. И сцены, наверное, и другие тоже, да? Ну, и сцены другие, аппаратура, да. Это правда, условия, конечно, совершенно. Условия изменились, и вот такой вот усталости, связанной с бытом. Когда тебя селят в военной части, когда на этаже одна уборная, душевая. Одна уборная и душевая, таких уже условий, естественно, нет, поэтому сейчас все проще, легче. И вот мне вот до сих пор, я много-много ездил уже, конечно, этими туровыми концертами, но до сих пор я ловлю кайф, и такой вот есть еще драйв. Да, но ты же все-таки сейчас уже такой глубоко семейный человек, вот, и дети малые, вот, и уже, а возраст берет свое, в том смысле, сентиментальность, и уже как-то, наверное... Скучаем. Вот, да, тогда-то, эх, да и не видел бы я эти, этого пятого угла там. Ну, опять же, опять же, связь приходит на помощь, у нас есть и ватсап, у нас есть и скайп, у нас и постоянно на телефонной связи, это раньше еще... Раньше нужно было после концерта бежать на телеграф, отправлять телеграмму. Или пятнашки, пятнашки, вот это. Со мной все хорошо, ТЧК. Да, да, да. Скучаю, целую, ТЧК. То есть, в принципе, время идет и все, вот, и все идет на благо, чтобы были туры. Да. Все гаджеты, гаджеты, все, да, да, да. Все нормально. Гастролируйте, вот вам телефоны, вот вам гостиницы, вот вам... Просто приходите на концерты, друзья, вот в чем дело, потому что артисты, артисты вас ждут во всех городах. Но, кстати, надо отдать должное, что в регионах нигде так не принимают, как в регионах. Это правда. Я не хочу обидеть крупные города, потому что сама житель крупного города. Публика благодарная, публика очень экспрессивная. Они так живо все воспринимают. Чувствуется, что они вот тоже получают огромное удовольствие от того, что за свои кровные вот эти вот рубли купили билет, пришли на концерт и они понимают, что они не зря потратили те денежки, которые достаются им, ну, большим трудом. Ну, да. Единственное, что, ну, смотри, нам, например, ну, в данном случае говорим о Москве, потому что ближайший концерт уже послезавтра, да, в Меридиане. Ты делаешь тематические такие истории, и жители Москвы, а также, ну, в данном случае, Москвы и там гости столицы могут насладиться и, например, и кедрами, соснами. Через полгода, вот, любовный какой-либо лирик и все. Ты не так часто бываешь, например, там, в том или ином регионе, да, а они хотят и старенькое послушать, и про любовь, и что-то новенькое, и как-то ты там делаешь... А вот поэтому у меня есть такой небольшой блок в самом центре концерта, да, пик концерта, когда я одеваю кепку... И тот вспомнить. И все, понеслась душа в рай. И сначала они недоумевают, потому что, во-первых, публика уже немножко другая, публика сменилась. Так многие забыли, что ты начинал-то с этой кепки. А вот когда видят и понимают, что да, вот это вот, и пальцы разворачиваются немножко так, вот так вот уже... Образ возвращается. Образ возвращается. Но потом я выкидываю кепку в зал, и все, начинается заново. Лирика, любовь. Но, тем не менее, вот нескольких песен для насыщения и для ностальгии хватает. Угу. Приживаемся. Да. Стриштайм. И не только слушайте нас, но и смотрите. Свеж, хорош, весел, бодр, молод, красив, талантлив. Евгений Григорьев сегодня у нас в гостях. Так, слушай, а ты сказал, что когда вот кепочку, кипарик надеваешь, а потом, значит, вот этот блок в кипарике, потом ты бросаешь этот кипарик в зал, и все с концами. И все с концами, да. То есть ты едешь с коробочкой кипарика. Да, совершенно верно. Серьезно? Да, совершенно верно. Мы выезжали в тур, поскольку на каждый концерт был приготовлен кипарик, да, то есть я выбрасывал его в зал. Это какие-то картонные, что ли, шапки? Нет. Лучше с газетой делали. Шапки по специальному заказу одна вьетнамская фирма пошила, то есть эти шапки, которые хорошо сидят, они очень качественные. Брендированные? Нет, я помню, была сколько там клиниев, там... Да, восьмиклинка. Восьмиклинка, серенькая восьмиклинка, да, была, я помню, да. Вот эти шапки, я кепки вожу с собой, но и после вот этого вот перфоманса, когда я выбрасываю в зал, естественно, после концерта многие еще идут, когда покупают пластинки, там, открыточки. А шапочку можно купить? И шапочку можно купить. Серьезно? Конечно. О, так это все, слушай. То есть на память люди, особенно вот сибиряки. А вот странная история, ты вроде отказался от этого и, в общем-то, был-то вот в кепарике-то Жека, а теперь ты без кепарика, да Евгений Григорьев, вот, а пользуется популярностью вот именно эта фишечка, с которой ты начинал. Вот имеет ли это вот то на то-то, когда все равно ты хоть без шапки выступаешь, а все равно требуют зрителей купить и приобрести, и песни в этом образе. Они не требуют, но ностальгия некая есть вот у людей о том творчестве Жеки. Я очень много песен пою из своего старого репертуара. У самого-то у тебя нет вот такой ностальгии? У меня есть ностальгия по молодости, по тому времени, когда все начиналось, когда были вот первые эфиры. У меня до сих пор, вот сейчас смотрю на тебя, я помню, как ты меня встречала еще там на улице радио, внизу на первом эфире, на первом встреч-тайме. Да, у меня не было редактора, я сама бегала. А потому что там сложный был проход, да, вот из пропусков. Ну да, и радио, там все было. В бюро пропусков нужно было отстоять очередь, вот и все. И я прихожу на первый эфир, меня встречает звезда, сама Ксения Стриж, и у меня такой, блин, вот до чего. Эти обшарпанные стены, не радио, 72-го года, туда заходишь. Тогда радио не показывали, да, вот это сейчас, все в камерах, да, и все это видно. А тогда обшарпанные стены, тогда это была тайна, тогда это все обещалось. И радиошансон на таком взлете, первые шансоны года, первые вот эти вот разгуляя, все, когда все это происходило, конечно, это было здорово. Поэтому скучаю, поэтому скучаю. И мы подходим, кто знает программу «Стрижтайм», слушает, так сказать, частенько ее, знает, что если есть тому повод, то в половине часа, в 30 минут мы ставим новую песню. Сегодня ура-ура, именно тот день. Есть новая песня, которая вышла буквально недавно, она опубликована в мой день рождения, 14 октября. С прошедшим тебя. Ну, я тебя поздравляла в соцсетях, да, 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 но так лично-то. Вот, появилась в эфире песня, которая называется «Не привыкай». «Не привыкай», на которую, по-моему, сейчас будет сниматься или уже снимается. Уже снят. Уже снят клип. Уже снят клип, который в Ютубе есть, пожалуйста, заходите, смотрите, любуйтесь. Ну, а сейчас мы эту песню на радио-шансон услышим. Премьера, практические песни. Пока мы слушали песню, кстати, очень красивая. Спасибо. Очень красивая песня. Женя изучал, что у нас тут стоит, обратил внимание на стойку барабана, ну, приглядывается к живой струне, я так понимаю. Потихонечку, да. Думаю, что, может быть, в следующем году, я имею в виду календарном, может быть, нагрянешь к нам на живую струну. Да, насладимся, насладимся, да. Без проблем. Да, и бросишь мне кепочку, и я ее пойму. Да. Как вообще пишется? Пишется, как ни странно, очень хорошо. Я думал, что где-то вот у меня был такой период, где-то года два тому назад, я думал, что я тихонечко поисписался. Ну, как-то пришел в себя. Нет, просто это нормально, затыки, когда вот это самое, как ручеек все это течет, это немножко странно. Это значит, человек не понимает, что он уже себя начинает цитировать, я знаю таких артистов. А, кстати, цитаты из самого себя для меня как бы вообще меня не парит абсолютно. Я могу какие-то строчки повторять. Вот помнишь, как у БГ, да, у него там бывают вот такие... Конструкции. Конструкция, да. Да, да. Вот, поэтому я тоже как бы этим грешу, и я не считаю, что это уже такой большой косяк, потому что, ну, раз мы авторы, все равно мысли же крутятся вокруг одного и того же, да, какие-то... Нет, ну, у каждого автора, интересно очень, когда вот человек сам пишет, не исполнитель, а именно вот пишущий, да, автор-исполнитель, так сказать, всегда есть какие-то свои вот эти вот крючочки, да, вот, когда вот, например, там у Макаревича, у него постоянно какие-то лодки, у него постоянно... Дом, лодка, дом, да, 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 у него вот какие-то пучки, да, 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 паруса там, что-то такое. У Митяева постоянно вот свиделись, да, не досуг, да, не поговорили, да, что-то у него там, да. Когда я начинал, мне все говорили, ну, почему вот ты все время про какие-то растения, у тебя сосны, кедры, лист, крапива, вот что-то у тебя, у Трофимова голуби, снегири. Да, у него птичьи делают. Орнитология. Да, да, да. А у тебя вот пестики-тычинки. Да, да. Я говорю, ну, так вот получается, не знаю почему. Ну, то есть, в принципе, ты вот так вот как-то... Вот было такое, что, например, ты пишешь какую-то новую песню, вот, и вроде вот, вот, вроде классная, но такое ощущение, что ты уже ее написал. Слушай, есть такое, да. И ты думаешь, нет, дай-ка я ее отложу или, может быть, кому-нибудь предложу другому. Да, именно так я и поступаю. Я ее откладываю в ящик стола, и она у меня там до поры, до времени лежит. А может быть, лежит и до сих пор. Поэтому, как бы, потому что есть вот категория таких песен, которые, вот, они мне не в альбом, и выпустить ее синглом тоже как-то вот, потому что, ну, вроде как, на что-то похоже уже то, что это было. Поэтому пусть они ждут своего времени. Может быть, где-то как-то. А потом, если, например, другой исполнитель из уст, так сказать, другого исполнителя, она, может быть, и не будет так читаться, как цитата. Да, если у этого исполнителя есть свой артистический, там, исполнительский почерк, то почему бы нет? Я, наоборот, стараюсь. Вот, если есть возможность поработать с каким-то новым аранжировщиком, есть возможность поработать с кем-то дуэтом в паре, я стараюсь вот... А ты в этом смысле гибкий, или ты консерватор? Я гибкий. То есть... Вот мне кажется, я вот, почему-то в последнее время, мне кажется, что мне хочется учиться у других, чем самому поучать. То есть ты можешь коней на переправе-то поменять? Могу. И коней, и не коней, и собак. Ну, такое положение вещей может очень здорово обижать, например, каких-то, там, я не знаю... Собак. Собак, да. Коней. Каких-нибудь коней. Я думаю, собаки переживут, и кони тоже переживут. Но, тем не менее, я считаю, что польза от какого-то сотрудничества и от чего-то нового и в музыке, и в студийной работе, она всегда есть. Это движение вперед. Ну, а вот как, например, вот любопытно, как вот пишется, кто-то, я не знаю, на салфетках, там, сидит где-то, там, я не знаю, в самолете, в поезде, в ресторане, там, и вдруг что-то, ты-ды-ды-дыщ, и сразу, дайте мне, там, и, там, девушка рядом дает карандаш для подводки губ, и там человек начинает или... На салфетке писать? Да, на салфетке, вот это все так красиво. Или на девушке прямо. Да-да, на манжете, да-да-да. Вот, пицанта, иди сюда! Да-да-да-да-да. Как-то так. Другой, наоборот, запирается в кабинете, и как Юрию Олешине дня без строчки, надо хотя бы одну строчку написать, там, глядишь, к ней что-нибудь приклеится, не приклеится, значит, но день не прошел просто так, что-то там, то есть, это как труд. А другой человек с кем-то встретился, поговорил, тот ему историю рассказал, этот говорит, о, какая классная история, дай-ка я ее зарифмую, и получится какая-нибудь шуточная или не очень песня. Как у тебя? Исходя из своего опыта, вот, работы, наверное, лет больше 30 я сочиняю, да, с детства же это пришло, это с ранней юности, я не пишу на салфетках, я не пишу на гастролях, у меня не пишется ни в самолетах, ни в поездах, ни в отелях. То есть, тебе нужно специально сесть? Мне нужен дом. Я пишу дома, пишу или за столом, или на диване, но на всякий случай у меня всегда лежит ночью на тумбочке какая-то бумажка и карандашик. То есть, если мне что-то приснится, я должен обязательно записать, иначе я забуду с утра. Предусмотрительно. Иногда такое бывает, предусмотрительно, да. А так, это обстановка ночная. Ну, повод, это какая-то фраза, которую ты услышал, я не знаю, где-нибудь там в очереди или по телевизору. Есть такое, есть такое. И вот, если эта фраза, мне кажется, что она зацепила меня, то и эта фраза, цепляясь, тянет какие-то строчки. Но это уже строчки идут оттуда. Только оттуда. Только оттуда. То есть, ты не высчитываешь. Я где-то слышала, что редко кто автор-исполнитель, особенно в жанре, профессиональный поэт-песенник. Я не знаю, музыкант, ну, чтобы прямо... Ну, у нас мало таких. Да, да, конечно. В основном, так сказать, самородки, самоучки, да, какие-то. Ну, да. Вот. Какое-то есть образование свое. И, как правило, когда слушаешь песни, кто-то из умных сказал, сейчас не вспомню, слышится первое образование. Например, там, Леша Кортнев, прикладной математик, да, и вот у него прямо, когда слушаешь его песню... Нет, у него очень четко прямо высчитываются, ну, в хорошем смысле, как высчитывается образ, высчитывается ритма. Например, Макаревич Андрей, второй раз сегодня, архитектор, говорит, и у него каждая песня, как дом с мезонином. Кто-то там что-то такое... Вот. Я считаю, что высчитывать это не совсем правильно. Я считаю, что для, вот, лично для меня, эмоциональность, вот эти эмоции, когда строчки сами-сами приходят, откуда-то вот непонятно... Но все равно ремесло, никто... Ремесло и профессионализм, он в этом и есть, собственно. А вот то, что да, когда уже больше ремесла и меньше того, что идет сверху, тогда песни не очень. Вот мне кажется, что сколько бы там ни крутились, они... или у них век короткий, или судьба не такая счастливая, как у тех песен, которые вот являются каким-то результатом эмоционального какого-то, какого-то взрыва, или вот какого-то эмоционального счастья в тот момент, когда ты эту песню сочиняешь. Ну, в принципе, тебе вине, потому что ты человек пишущий, но, с другой стороны, мне кажется, что это очень все индивидуально. Да, конечно, это все разное, потому что можно обмануть, люди обманываются, но, тем не менее, я считаю, что искренность и вот вера в то, что ты это делаешь, действительно, действительно, как вот, ну, дается, вот, тогда, мне кажется, это главное. На этой божественной ноте мы приживаемся. В эфире «Стриштайм». Евгений Григорьев, гость сегодняшней программы «Стриштайм», если вы только что решили нас послушать. Ну, помимо всего радостного, прекрасного и замечательного есть, в общем-то, для радио-шансон, главное событие — это «Разгуляй», участник которого ты являлся в Петербурге, этот «Разгуляй» прошел, да, вот, как, кстати? И, кстати, совершенно неплохо, мне понравилось в этом году оформление и сцены, и очень теплый зал, и танцпол, кстати, был. Да, вот это, мы рекламировали, не зная чего, я думаю, неужели реклама лучше, чем на самом деле? Я, действительно, я в БКЗ и сольные концерты даю, и неоднократно был на церемонии вручения «Шансон года», там и на «Разгуляй» был в БКЗ, но, тем не менее, лучший зал Северной столицы в это время, в этот раз разрешил нам потанцевать, вернее, зрителям, которые приходили. И питерцы оттянулись по полной. Ну, супер, я очень рада, ну, а у нас, во-первых, впервые, у нас все в этом году впервые, во-первых, впервые в Питере был раньше намного «Разгуляй», нежели в Москве, обычно. Повезло им. Надо, да, хоть в чем-то, вот, и, во-вторых, в Москве это новая площадка. Мы меняем площадку, я сам ни разу не был в «Мегаспорте». То есть ты не был ни на одном там концерте, я тоже ни разу там не была на концерте, я даже не могу себе представить, что там «Разгук». Потому что олимпийский, как дом уже родной, да, заходишь, уже знаешь, где твоя гримерка, где чего там написано, куда идти, да, где у тебя вход, вот. А здесь как-то с настороженностью, я не знаю, что будет, что мне делать первого декабря, я не понимаю. Ну, как, вы, видимо, там пораньше собираетесь. По спискам. По спискам, да. Конечно. Нас ведут за ручки. Вас встретят обязательно за ручки. Обогреют, накормят, напоют. Обязательно напоют, все будет как всегда. Да, да. И, видимо, там тут же в Петербурге три часа был, да, здесь-то, по-моему, часов пять будет, тут исполнителей, по-моему, побольше, мне такое ощущение. Ну, я пока не знаю, что ожидать. Все звезды. Все. Что ожидать от новой площадки, но я думаю, что в любом случае это будет круто. И в любом случае, там самое главное, что в отличие от Разгуляя, который был все время в Олимпийском, там же очень далеко из-за того, что VIP, вот эти вот места, и все, там очень далеко от сцены был танцпол. Вот. А здесь, вот на этой площадке, на этом стадионе, здесь прям совсем, то есть можно будет даже потрогать артиста. По крайней мере, подержаться за его пятку или на сок лакированного туфля. Развязать, развязать шнурок. Да, да, да. Развязать, и не только развязать, но и нести с собой домой. Да, поэтому, друзья, ждем вас 1 декабря на Разгуляя, там будут все, 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 все. И в трогать артиста. Да, и будем все трогать артиста. И развязывать шнурки. Да, ну что же, делишки наши подходят к концу на сегодняшний день, и поэтому, как завещал, я все время, каждый раз говорю, великий Штирлиц, с чего начали, тем надо и закончить. А именно, послезавтра, 25-го, давай приглашай сам. Дорогие друзья, пятницу, 25-го октября, ЦК «Меридиан» на Калужской, приходите, будет живой, абсолютно адекватный, веселый, замечательный концерт, который называется «Чартер на любовь». Те, кто был на моих выступлениях, те знают, что это незабываемо. Спасибо, скромный ты мой. И я такая, зато Жеку в Яну разогрели, а в субботу, а в субботу я в соло. Да, ну и не забудьте, что в субботу, когда у вас появится время, когда вы вернетесь с концерта «Меридиан», обязательно, милости просим, все в соло, на моноспектакль «Ксении Стриж», приходите. Там тоже, несомненно, круто будет. Если у тебя останутся силы, ты тоже заходи, я буду тебя очень рада видеть. Да, получишь удовольствие, честное слово. Спасибо, спасибо за приглашение, я постараюсь. Все. Паша, я тебе желаю счастливенько отработать. Спасибо, мои дорогие. Пироженки в холодильнике. Пироженки в холодильнике. Ну, Анечке оставь. Сейчас подпишем, что и Паше пироженка полагается. Ладно, им с утра, я понимаю, что такое просыпаться с утра, а тут приходишь, а тебе такой согрев. А знаешь, в чем прикол пирожного картошка? Его можно откусить, а потом слепить поменьше. Слушай, ты сейчас научишься, так многие пирожные можно слепить, понимаешь? Нет, он с корзиночкой сложнее. Ну, будет полкорзиночки. Нет, можно из корзиночки съесть вкусненькое, туда что-нибудь положить не очень. Прикол, да, вот в том, что можно необязательно из пирожного это лепить. Или водички просто в корзиночку налить. Хорошего вам вечера, друзья. Встречаемся в пятницу у Жики на концерте «Чартер на любовь» в Мире Диане. Начало в 19 часов, приходите. Ну, а завтра еще у нас завтра четверг. Струна. Завтра же Сережа Купорик в живой студии. Все, пока. Вы знаете ее имя. Вы слышали ее голос. Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стриж тайм».